Визитная карточка Сочи, знаменитый фонтан Рыбки, расположен в курортном городке Адлерского района. Зураб Церетели его создал в 1973 году. В последний раз сочинскую достопримечательность обновляли более 20 лет назад. На сегодня, по оценке московских экспертов, в реставрации нуждается свыше 90% мозаичного комплекса. По поручению главы города Алексея Капайгородского, реконструкция скульптурной композиции будет проведена исключительно с учетом мнения Зураба Церетели. Проект согласуют с автором, ныне президентом Российской академии художеств, и только потом направят в администрацию Сочи. Зураб Косантинович очень с любовью относится ко всем своим объектам, сделанным по жизни. Конечно, он обрадовался, что все-таки обратили внимание на это, и именно город выступил с предложением о восстановлении этого объекта. Значит, людям надо, значит, людям нужна эстетика искусства. Для начала московские специалисты вместе с первым вице-мэром Сочи Денисом Юрковским и главой Адлерского района Валерием Кокаревым осмотрели композицию, определили объем работ. Напомню, мозаичный комплекс рыбки представляет собой большую и мелкую чаши, которые ранее наполнялись водой. Несмотря на название, вокруг и внутри чаш расположены разные морские обитатели. Морские коньки, морские звезды, черепахи и само дно бассейна. И фигурки животных покрыты мозаикой из модной в те годы венгерской смальты, напоминающей цветное стекло. В скульптуре вернут былой вид. И, как отмечают в администрации Сочи, помимо реставрации самой композиции, будет благоустроена и территория вокруг нее. В парке курортного городка установят лавочки и освещение.